Праздники Праздники 20 сентября юбилейный 20 сезон в филармонии открыл Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан под управлением народного артиста России профессора Анатолия Шутикова. В калейдоскоп концертных программ вошли лучшие номера, составляющие золотой фонд репертуара. Зрители смогли насладиться полюбившимися мелодиями, а оркестр сделал отличную заявку на новый сезон. В предстоящем сезоне будут звучать самые разнообразные музыки, будут звучать оперные арии, будет звучать народные песни, будет звучать русский романс, будет звучать оперетта. Я думаю, что мы подобрали так программу, чтобы на все вкусы наших слушателей, которых мы очень любим, и думаю, что они на стаже. Нам этот оркестр очень нравится, мы ходим сюда с превеликим удовольствием, мы обожаем эту музыку. Ну, я все время от него ожидаю профессионализма высокого, это само собой. У него замечательные юмористические номера, когда зал смеется и аплодирует. Этот оркестр, его руководитель, такие придумщики, всегда что-то новое, всегда что-то оригинальное. И столько души, столько радости приносит зрителям. Я сам в училище, мы сказали, когда в первый курс, потому что мне надо поступить, у меня была лайка. Но, может быть, в дальнейшем хочу поступить тоже в оркестр. Действительно, начинался оркестр с талантливых и одаренных студентов консерватории. Большой педагогический и исполнительский опыт помогли Анатолию Ивановичу создать коллектив не просто профессиональный, но обладающий своим уникальным характером. Анатолий Иванович часто участвует в жюри различных конкурсов. И, по его словам, в жанре есть талантливая молодежь, и ей есть на кого равняться. Наше искусство не умрет. Почему? Потому что у руля стоят такие корифеи, как Александр Саганков, который очень много сделал для развития домры, Сергей Лукин, баянисты прекрасные. То есть жанр набирает обороты. Пропаганда народного искусства – еще одна сфера деятельности маэстро. Традиционными стали в филармонии встречи по четвергам, театрализованный музыкальный абонемент для студентов, а также детские абонементные концерты. Мы уже 20 лет проводим детские абонементные концерты. И вот мы готовим себе публику, начиная с детского возраста. Поэтому дети, которые приходят к нам, они потом взрослеют и приходят уже на взрослые концерты. И знают, знакомятся с нашими инструментами. Мы в доступной форме им показываем, рассказываем. И таким образом мы пропагандируем свои народные инструменты. Необыкновенный оптимизм, энергия и положительные эмоции – то, что отмечают все зрители. Возможно, именно в этих качествах, столь необходимых в наше время, часть секрета успеха. Мы играем сердцами. Этим все сказано. Потому что формальных артистов у меня нет. Люди отдают всех себя, свое мутро, свое видение, свой талант, свои эмоции. И вот зал нам отвечает тем же. Продолжение следует... Я считаю, оптимизм – это прекрасно. Я завидую оптимистам. Они двигают нашу жизнь вперед в светлое будущее. А мы все норовим задержаться в прошлом. Ведь в прошлом так много интересного. Пребывание Александра Сергеевича Пушкина в Казани составляет кратковременный эпизод из его путешествия на восток Европейской России осенью 1833 года. Ехать побуждали поэта отчасти обстоятельства его личной жизни, отчасти интересы художественные и научные. Пушкин пишет своему закадычному другу Нащекину в феврале 1833-го. Нет у меня досуга, вольной, холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в большой моде. Это требует денег. Деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения. Летом отправлю жену в Калужскую деревню, а сам съезжу в Нижний, да может быть, в Астрахань. Путешествие нужно мне нравственно и физически. В начале 1833 года Пушкин еще имел намерение писать биографию генералиссимуса князя Суворова, куда в качестве одной главы должно было войти изображение его участия в усмирении Пугачевского бунта. Как это часто бывает, отдельный эпизод разросся в особое целое произведение, и вместо биографии Суворова у Пушкина родился замысел истории Пугачева. Верной исторической точности поэт прерывает на время занятия по изучению Петровской эпохи, штугирует печатные источники о Пугачеве, добивается ознакомления с документами о подавлении крестьянского восстания. Чтобы воочию увидеть места грозных событий, услышать живые предания о Пугачевщине, Пушкин едет через Нижний Новгород, Казань и Симбирск на Оренбург, оттуда на Уральск вдоль древней реки Яек, переименованный после крестьянского восстания в Урал. 180 селетия пребывания великого поэта в Казани отмечают этой осенью. В рамках Пушкинского фестиваля можно создать своего Пушкина, продемонстрировать современную интерпретацию встречи поэта с местными жителями, принять участие в конкурсе чтецов поэзии, создать художественное полотно на сюжет памятных событий, пройти квест по пушкинским местам в Казани и проявить себя заправским краеведом. Обширная программа фестиваля предусматривает интересные задачи для любого возраста и уровня знаний. Экспонаты Всероссийского Пушкинского музея крайне редко покидают пределы Санкт-Петербурга. Исключение было сделано для наших поклонников творчества поэта в честь круглой даты. Выставка «Мой ангел. Здравствуй, я в Казани» также проводится в рамках Пушкинского фестиваля. Два дня, проведенные поэтом в нашем городе, стали неотъемлемой частью того творческого подъема, который испытал Пушкин осенью 1833 года. Уникальная экспозиция личных вещей поэта и его супруги Натальи Николаевны не только напоминает о значимости приезда Пушкина, освещая этот визит как важное событие для культурной жизни Казани, но и помогает глубже раскрыть многогранную личность поэта. А завтра у стен Казанского Кремля 33 богатыря сразятся с другими былинными и сказочными героями. Богатыри в сияющих доспехах готовы проявить доблесть и мужество, отстаивая честь прекрасных дам, совсем как в пушкинские времена. Министерство культуры Республики Татарстан, Союз театральных деятелей России и театр кукол Экият провели первый международный фестиваль театров кукол Шамбайфест. Шамбай – так зовут популярного героя татарского фольклора. Озорной находчивый мальчишка стал символом фестиваля, на который съехались 15 кукольных театров из Рязани, Белгорода, Вологды, Костромы, Бреста, Уфы. По словам директора фестиваля Розы Япаровой, фестиваль – это праздник, где выигрыши остаются все – и участники, и зрители. Первые получают уникальную возможность познакомиться с творчеством коллег и наладить новые творческие связи. Вторые – увидеть всю палитру творческих поисков современного искусства театра кукол. Действительно, судя по отзывам гостей, довольны остались все. Возвоминается абсолютно все. На что-то у тебя открывается сердце, на что-то ты просто накрываешь глаза. Но в остальном, конечно, это всегда радостно встречаться со своими коллегами, которые собираются своим честным кругом и наблюдают, кто как растет, в каких спектаклях он управляет, в какие новые формы – это тоже интересно. Это первый опыт театра «Акеат» – провести такой масштабный фестиваль. Тут настолько влюбленные в дело люди во главе с Розой Сахнуровной, что не могло быть иначе. Нас замечательно принимают организационно и творчески. Виктор Шрайман, главный режиссер Нижегородского театра «Юного зрителя», один из участников жюри «Шомбайфеста», оценил уровень представленных спектаклей. Весы качаются. Есть очень сильные впечатления, есть разочарования. Только это нормально. По опыту участия в фестивалях, знаю, 2-3 спектакля – это фестиваль удачи. Удачно означает, что фестиваль состоялся. Одной из задач фестиваля организаторы называют возможность зрителям познакомиться со всем многообразием мирового кукольного искусства. Примечательно, что программа фестиваля была рассчитана как на детей, так и на взрослых. Например, в один из фестивальных дней Костромской областной театр «Кукол» показал спектакль для взрослых «Медведь» по одноименной комедийной пьесе Антона Павловича Чехова. В основном в театре «Кукол» мы работаем для наших любимых, родных, золотых, детишек. Мы хотели, чтобы и взрослая аудитория была в театре. И как раз к «Иклее Чехова» был поставлен такой спектакль. В театре впервые я работала с «Марианеткой». В основном мы работаем другими. Это у нас, значит, ростовая кукла, планшетная кукла и так далее. А вот с «Марианеткой» не работали никогда. Поэтому в театре тут во многом было очень сложно. Во-первых, это новая кукла в своей новой технике. Во-вторых, ну вот одна из особенностей этого театра, что актеры работают не живыми, не своими голосами, а работают под фонограммой. «Медведь! Медведь! Медведь! Медведь!» «Парьяру!» «Стреляться хотите?» «Стрелять!» «Медведь!» 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 «Медведь» был поставлен в 2009 году к 150-летию Чехова. В 2011-м спектакль стал лауреатом национальной премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль театра кукол». «Ну, это серьезная работа, мне всякого сомнения. Компания собралась приличная. Тандем режиссера и художника, это тандем известный, они работают вместе давно, и Бирюков, и его партнер-художник. Ну, потом они пригласили записи. Мысина, Ольга Сергея Гармаш, замечательные артисты. «Уходите!» «Прошу, постойте!» «Нет, уходите, уходите!» «Я вас ненавижу!» «Или нет!» «Не уходите!» «Ах, я не знаю, как я жла, как я жла!» «Что же вы стоите?» «Убирай!» «Прощайте!» «Да-да, уходите!» «Куда же вы?» «Или же, постойте!» «Ступайте, дорогие!» «Ах, как я жла!» «Не подходите!» «Не подходите!» «Прощайте!» 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 « reset», «ромтав fixing тебя!» Казанский театр 4 октября Татарский государственный академический театр имени Камала Откроет свой 108 сезон мелодрамой «Голубая шаль» Драматурга Карима Тинчурина 5 октября в Татарской филармонии Открытие нового сезона музыкально-филармонического лектория Концерт посвящен 200-летию со дня рождения Джузеппе Верби 16 октября в КСК «Уникс» концерт Александра Ламинского 20 октября в КРК «Пирамида» концерт группы «Океан Эльзы» 26 октября в Татнецкой арене концерт легендарных «Скорпио» Счастливый финал почти всегда бывает там, где его не ожидали Какой отсюда вывод? Давайте не готовиться к неожиданностям Пускай сюрприз будет Приятный сюрприз Сивови Д.К КОНЕЦ